Друзья, добрый день! Меня зовут Андрей Калёна, я являюсь автором книги «Чаровное сыроедение» и сегодня мы поговорим о калево-натриевом насосе. Чем же эта тема так интересна? Мы всегда лечим следствием, мы всегда утыкаемся в стену непонимания того, как мы дошли до такого состояния, хотя все так просто, хотя все на поверхности. И нужно разбираться в наших состояниях организма с самого начала. Начало всегда это наша биохимия, то есть так как работает наш организм просто на межклеточном и внутриклеточном уровне. Естественно самый первый механизм, который у нас находится на уровне клетки межклетки, это калево-натриевый насос. Я буду сейчас объяснять таким языком, как если бы я объясняла пятилетнему ребенку. Поэтому буду кратко характеризовать работу завязанного калево-натриевого насоса. Ну смотрите, внутри все что у нас находится внутри клеточки требует наличия калия. Все что у нас вне клетки, все жидкости, абсолютно кровь, лимфа, желудочный сок и так далее, требует натрий, да, и хлор в том числе. Ну раз мы говорим о калионатриевом, вот натрий, да. И получается, что вот этот баланс должен соблюдаться. То есть у нас выталкивается излишки натрия из клетки, соответственно копится калий, а во всех межклеточных и остальных жидкостях, да, у нас в организме обязательно наличие натрия. Ну вот посмотрите, употребляем ли мы с вами в таком большом количестве калий, чтобы этот баланс соблюдался. Конечно же нет. Я сейчас приведу такую цифру, которая позволит вам понять, что далеко неправильно сейчас построено питание современного человека и даже сыроеда. Вот посмотрите, для того чтобы у нас сохранялся правильный баланс калиево-натриевого насоса, да, ну в том числе в первую очередь калия, достаточно было в организме, нужно употреблять его 3 грамма в сутки. Ну естественно, что никто его не употребляет в таких количествах. А теперь оглянитесь вокруг себя и вы увидите, что достаточно много людей, но повальное просто количество, у которых болезнь сердечно-сосудистых заболеваний просто море, да, болезнь сердца. И вот здесь вопрос, то есть человечество то ли с ума сошло, то ли просто не понимает, куда ноги растут. Я склоняюсь больше к второму варианту, то есть люди вообще не понимают, что вокруг них происходит. В основном на столах у нас натриевая соль, в лучшем случае это морская соль, которая в себе содержит хоть что-то полезное. Натриевая соль поваренная, она вообще считается ядом, но об этом я говорить не буду и практически все сыроеды об этом знают. Теперь какой же собственно калий нам нужен? Я честно скажу, что вот с калием у нас в стране не очень хорошо, да, то есть его приобрести достаточно трудно. Мне его достали друзья. Калий хлор чистый, без единой примеси, считается реактивом, то есть химическим реактивом в лаборатории. И вот этого калия мне достали несколько килограмм. Вот, но понятно, что не всегда удается достать чистый калий. И там люди просто, которые докапываются до истины, начинают экспериментировать. Они, конечно, глупость совершают, что они покупают калийные удобрения, которые по факту в себе кучи примесей не полезны для организма, содержат. И они там что-то и вымывают, как-то там немножко очищают, но это все равно отрава. То есть этим питаться нельзя. Поэтому имейте ввиду, да, что в идеале, конечно, чистый лабораторный реактив калий-хлор можно употреблять. Потому что действительно хлор нам нужен, в том числе, для того, чтобы функционировала правильно наша ЖКТ. То есть у нас соляная кислота, которая как раз помогает переваривать всю пищу, попадающую в наш желудок. Она в своем составе содержит хлор. И, соответственно, калий, который нам необходим для сердечно-сосудистой деятельности, для нервной деятельности, ну и так далее. То есть все биологические процессы, которые у нас проходят на уровне клетки. И тогда мне говорят, в защиту натрий-хлор, ну вот посмотри, вот лоси там вылизывают эту соль, которую им дают, да, помогает им как-то выживать в этом мире. Но вы должны понять, что лоси бы с еще большей радостью кушали калий-хлор. Но им никто этого не предлагает. А вот для того, чтобы у нас правильно функционировала все-таки ЖКТ, вот этот хлор нужен. То есть в основном нам хочется соли. Понятно, что соль это наркотик, само по себе натрий-хлор. Потому что пристрастие наших рецепторов к ней просто колоссально. То есть от соли, конечно, отвыкать, ну, многим людям достаточно сложно. Но вторая потребность, которая толкает нас употреблять именно натриевую соль, это содержание хлора, который нам вот необходим. Как это не казалось бы странным, да. Вот. Второй способ, как можно восполнить калий в нашем организме. Когда вы приходите в аптеку, там продается соль. Она называется соль для сердечников с пониженным содержанием натрия, обогащенная калием, магнием и йодом. Это полное название. То есть вы приходите в аптеку, говорите, дайте мне соль для сердечников с пониженным содержанием натрия, обогащенную магнием, йодом и калием. Вот. И все, и вы ее покупаете. Стоит она, ну, в разрезе, там, 30 рублей где-то около, там, за пачечку достаточно приличного размера. Поэтому без калия вы не останетесь. Но там, конечно, содержание калия всего лишь около 30, по-моему, процентов. Но это всего, ну, как бы понятно, что все это не восполнит нехватки. А нехватки у нас с самого рождения. Почему? Потому что, во-первых, мамы наши нас вынашивали, кормили грудью, не употребляя в нужном количестве калий. И мы потом питались всю жизнь натрием, да. И в итоге получается, что этого калия кот наплакал. Но есть третий вариант, который, конечно, позволяет отчасти восполнить нехватку калия. Но для этого нужно эти продукты постоянно в своем рационе употреблять, использовать. Вот смотрите, значит, я сейчас перечислю. Это листья петрушки, сельдерея, дыня, зеленый лук, апельсины, яблоки, все сухофрукты, урю, курага, изюм и другие. То есть, вот это вот очень короткий перечень. Я не стала все приводить, которые содержат калий. Почему? Потому что, ну, калий, он частично, он во всех свежих овощах, фруктах содержится, но наибольшее количество в том, что я перечислила. Теперь смотрите, вот у нас три направления, да, где можно, я их обозначила. То есть, чистый калий-хлор, соль, обогащенную калием, с пониженным содержанием натрия аптечная. Ну и плюс, конечно, большое содержание калийных продуктов, да, ну так скажем, в кавычках, которые стоит ввести в большом количестве в свой рацион. Теперь смотрите, вот девочки приходят ко мне для того, чтобы нормализовать свой вес. То есть, сейчас открытие сделано, что обмен калия тесно связан с углеводным обменом. И здесь не нужно думать, что вот эти проблемы с ожирением, с тучностью, отечностью, это просто, ну, большое потребление каких-то плохих продуктов. Здесь изначально нужно копать еще глубже. Понятно, что все эти продукты, которые вот употребляются людьми, они, ну, так скажем, не совсем съедобны, да. Понятно, что после этого идут какие-то проблемы в организме. Но нужно копать глубже. А глубже это расстройство на уровне клетки. То есть, расстраивается калиево-натриевый насос. А когда вы его налаживаете, естественным образом при употреблении свежих овощей, фруктов, ягод и всего остального, вы будете снижать вес. Думают, что это, то есть, это иллюзия, когда говорят, что снижение веса происходит из-за того, что нехватка калорий. Это не так. Происходит из-за того, что организм внутри себя, то есть на уровне клетки, межклетки налаживает правильную работу. То есть, включается в работу калиево-натриевый насос. Калии появляется, натрия становится меньше. В итоге у человека выравнивается здоровье. Снижается вес, уходит отечность, тучность, какие-то там проблемы остальные с весом, вообще с работой всех остальных органов на уровне клетки. Поэтому, дорогие мои, я, конечно, радуюсь за то, чтобы соль была правильной, но хочется вам этой натриевой соли. Возьмите водоросли, пропустите их через кофемолку, и у вас будет пыль, да, такая соленая. Там хотя бы незаменимые микроэлементы, которых нигде нет, а в водорослях они есть. Ну, хоть какая-то польза. Но желательно, конечно, включать в свой рацион больше калийных каких-то продуктов, плюс калийная соль. Все. Рассказала все, что хотела вам рассказать. Хорошего вам самочувствия, стройным вам фигуры. Желаю прекрасного дня. Подписывайтесь на мой канал «Чаровное сыроедение». Проходите по ссылке под этим видео. Мой блог Андрейка Алена. Всего хорошего. До свидания.